Девушки отдыхают Да, там происходят не странные, но странные вещи. Дело в том, что мне всегда казалось, что мы избираем людей на какие-то выбранные должности, которые поднимают руки, клянутся. Они клянутся поддерживать порядок, защищать нас от беспорядков, а совсем не быть пропагандистами какого-то определенного крыла, определенной идеологической силы. Так вот, ну скажем, в Нью-Йорке, я сейчас не говорю про всех остальных, там просто такой совершенно галтелый человек под фамилией Деблазио. Значит, он сам белый. Правда, он известен тем, что он, когда был молодой, он поехал в Никарагуа сражаться на стороне коммунистов. Значит, но потом вернулся и сделал прекрасную политическую карьеру внутри капиталистического мира, значит, американского, который он собирается разваливать изнутри. Естественно, он женился правильно, не на какой-то там белой женщине, которая должна следить за своего цвета кожи, а на нормальной чернокожей, по-моему, на юрист, который он, став мэром, все время дает должности возглавлять организации, в которых много денег. Эти деньги куда-то пропадают, но вопросы, куда они пропали, она отвечает каждый раз, что там, например, она там потратила, если не ошибаюсь, около миллиарда долларов на то, чтобы создавать хорошее настроение у жителей города. Значит, она сказала, что хорошее настроение, я могу врать, могу ошибаться, она, может быть, что-то, ну, очень что-то похожее создавала. Она сказала, что хорошее настроение невозможно оценить в деньгах, когда какие-то там робкие голоса начали говорить, что хорошее настроение невозможно в деньгах ценить. Но куда потратили деньги, все-таки хотелось бы знать. На этом все ушло в песок. Сейчас мэр на гребне черной жизни важнее, чем все остальные жизни, дал ей группу следующей организации, которая будет сейчас разбираться в том, как надо ограничивать полицию и как надо теми деньгами, которые приблизительно миллиард 250 миллионов он собирается снять из бюджета полиции. Там огромный полицейский департамент, порядка 5 миллиардов долларов. Значит, вот они миллиард 25 они собираются снять и передать ей в эту организацию, чтобы она честно их распределяла, то есть на нужды страждущих. И единственные дебаты, которые сейчас ведутся в Нью-Йорке, она из этих миллиард 250 миллионов распределит миллиард и положит себе в карман 250 миллионов, или распределит 250 миллионов, а миллиард положит себе в карман. Никакой другой, так сказать, по этому поводу нет дискуссии. А сам мэр, когда люди начали пытаться возвращаться на работу, буквально, так сказать, послал полицию их арестовывать за то, что они могут заразить других людей. А потом, когда близкая ему по духу Антифа, Black Lives Matter, коммунисты, пашисты и тому подобное, они называются по-другому, анти-пашисты. Они, значит, вышли на улицы, то мало того, что он их говорил, что было отцы, здорово, еще и дочку свою, его дочку арестовала полиция, не зная, что это его дочка, сразу же отпустили, естественно, зря, по-моему. Вот. Но он тут же, значит, ее похвалил, приезжал к себе и сказал, что она молодец и что она не боится даже заразиться, настолько она заражена энтузиазмом, чтобы, значит, обеспечить мир во всем мире, честность по отношению ко всем расам, особенно к той расе, к которой она принадлежит. Она черненькая. Вот сейчас, значит, они развлекаются тем, что, значит, начали рисовать на улицах огромными буквами Black Lives Matter, то есть черные жизни важны, в том числе, очень гордятся тем, и Деблазио сам принимал в этом участие, мазал, там разводил краску. Они написали на асфальте, значит, на дороге, перед самым вот этим самым Трамп Тауэр, они написали Black Lives Matter, значит, как бы этим что-то говоря президенту, которого, кстати, ни в расизме, ни в любви к черным, ни к чему-то еще никогда, так сказать, никто не замечал, но неважно, имеет значение. Они портят улицы, они портят, так сказать, разбивают витрины, они грабят магазины, они пишут на домах свои граффити, которые, так сказать, кто-то говорит, что это произведение искусства, да, но произведение искусства написано не на вашей стене. Стена-то не твоя, то есть, вот, пиши его, купи себе, там, дом, и пиши на нем, или, там, купи себе плакат, и его расписывай, или, там, кусок колста, и на нем пиши, а это моя стенка, и это мой татуар, и это мой магазин, и не лезь, пожалуйста, ко мне, если ты хочешь что-то сделать, спроси у меня. Я тебе скажу, может, я скажу, конечно, разрисован, я, может, скажу, нет, ни в коем случае. В общем, после, так сказать, у нас вместо свободы слова, свободы собраний, свободы вероисповеданий, у нас теперь есть только одна свобода – подчиняться правительству. Вот то, что правительство местное, там, штатское говорит, то нужно этому подчиняться. А если ты не подчиняешься этому, то ты и расист, гомофоб, империалист, Сережа, помоги с другими словами, которые ты плохой, если ты не подчиняешься тому, что говорит коммунистическая партия Нью-Йорка. Да, всевозможными словами, в зависимости от настроения, от погоды и так далее, все слова, которые приходят на ум, самые негативные. Но самое страшное – слово «расист». Самое страшное – это такое… Ну да, что это значит, это перестало быть понятно, скорее всего, что ты не считаешь, что черная раса выше остальных. Да, похоже на то, потому что если вдруг ты заявляешь, что все жизни важны, то это российское утверждение. Абсолютно российское, да. Ты подлежишь, ну, если не физическому уничтожению пока, то, так сказать, презрению, изгнанию из общества, даже с работы. Абсолютно. А я лично считаю, что исландские жизни важнее других. Вот так. Вообще, некоторые мои образованные знакомые полагают, что вот то, что происходит, за этим нет никакой политики. Это все искреннее желание, так сказать, добиться равенства и так далее, и поэтому народ протестует. С помощью воровства, конечно. Разбой воровства – это всегда было из-за того, что хочу того, чего есть у другого, а я сам это честным путем не могу получить. Вот интересная информация. Black Lives Matter, на самом деле, как бы предполагается, или изначально это была организация, которая занималась проблемами осужденных афроамериканцев, в коих в тюрьмах находится довольно много, и вот как бы они провозгласили своей целью облегчить их жизни, там, улучшить условия или что-то такое поменять, чтобы как-то что-то поменялось. А со временем цели и задачи, похоже, этой организации изменились кардинально, а тут ко времени, как раз во время выборов, ну, во всяком случае, мне это видится именно таким образом. Ну, они довольно давно уже ходили по улицам и кричали «Смерть свиньям», «Пикс» – это они так называют полицейских, значит, «Смерть пиксами» – это давно ходили по улицам и кричали. Так что, внутри очень марксистская организация, такой марксизм Че Гевары, марксизм этого самого Кастро и тому подобное, так называемый агрессивный марксизм, когда ты не сидишь там в университете и не дебатируешь, что лучше, а ты пытаешься отнять, поделить, зарезать, убить и тому подобное. У меня всегда, когда я беседую с этими людьми, если удается беседовать, потому что обычно беседу не получается, получается крик там и оскорбление, я всегда предлагаю следующее, ребята, давайте найдем какую-то там область, страну, которая, так сказать, согласится экспериментировать, в которой очень плохо жить, и поэтому они готовы на все, что угодно. И покажите нам, как с помощью того, что вы предлагаете, как построить хорошую жизнь, не равную, равную для меня смысла нет, в тюрьме все равны, кроме тех, кто охраняет, а равную и хорошую жизнь, чтобы жизнь была приятна, интересна, весела, безопасна и тому подобное. И если у вас, скажем, в трех местах, в одном, втором, третьем получится, тогда мы будем говорить о том, что пора бы большим странам переходить на вот такую систему жизни, потому что вот она лучше. Но пока до сих пор обычно соревнование идет между тем, что вот сейчас есть, есть, да, и тем, что мы придумали в голове, что обязательно получится лучше, а в прошлые разы не получалось, потому что люди были плохие. Так они же тоже говорили, что люди были плохие до того, а они сами оказались плохими людьми, вот у нас все будет по-другому. Значит, то нас уверяли, что из-за интернета у нас не будет социализма, там, и коммунизма, и фашизма. Теперь нас уверяют, что из-за того, что у нас такая технология у нас не будет, что производительность труда выросла. Я, честно говоря, не понимаю. Я знаю, что есть стимул, человек работает, нет стимула, человек не работает. А есть стимул, ты встаешь в пять утра и занимаешься своим магазином, чтобы он был лучше других, там, более свежие товары и прочее. Нет стимула. Ты приходишь в девять, когда-то, за пятнадцать минут, там, открываешь его, включаешь свет и позевывая, ждешь, людей придут. И тебе наплевать, они, нравится им, не нравится, потому что хотите, покупайте, хотите, не покупайте. А свободный рынок, конкуренция, то, что мы называем капитализм, свободы, там, и тому подобное, они зыждутся на том, что люди хотят почему-то, горят желанием делать то, что они делают, для того, чтобы сделать себе лучше. Но из-за того, что они пытаются все сделать себе лучше, лучше становится всем. И это не голосновное утверждение, а подтвержденное тем, что все те страны, там, Сингапур, Япония, Германия, там, и тому подобное, Америка, Канада, все эти страны, в которых пошли по этому пути, с какими-то, там, дополнениями социализма, там, или вывихами, и тому подобное, эти страны, тем не менее, все добились того, что большинство, никогда не бывает всего, но большинство населения в них хорошо живет. Можно ли лучше? Можно. Можно ли намного лучше? Наверное. Есть ли способы лучше, чем вот это? Есть. Улучшать то, что у нас есть. Улучшать. Вот направление правильное землю. А говорить нам, надо все переделать, мы все делаем неправильно. Это кошмарное общество. Вся история Америки, это история сплошной лжи, там, как сказал Деблазио тот же. Нью-Йорк построили не те, кто, значит, живет в нем, а те, кому не платили за это. То есть, имеется в виду, что там 10% ромов, которые были на юге в плантациях, оказывается, у нас строили Нью-Йорк. Ну, такой бредятельный, но неважно. Никто же не занимается на Ютьюбе или там где-то, я не знаю, на Гугле и тому подобное, в Вейсбуке факт-чекинг, то есть, выяснение того, что они, эти вот подонки говорят правду или неправду, то все это проходит им, как будто все это истинная правда. А главное, что это толпа подхватывает. И вот молодежь, вот тинейджеры черные, смотрите, что происходит. Уже несколько человек жаловалось, что идет группка тинейджеров, начинает орать им, мы до вас доберемся. Потом, так сказать, отнятие сумочек стало делом нормальным. В Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Чикаре, в Сан-Франциско. Избиение стариков черными бандами стало нормально. Причем это все молодежь, такая молодежь, 14-15-16-летняя, которые постарше, они уже в магазин играли, а которые помладше, они этим занимаются. Но главное, что им говорят, не волнуйтесь, все в порядке, вас никто трогать не будет. Ну, подумаешь, ну, посадят там на 3 месяца в тюрьму, или там на 6 месяцев в тюрьму. Да все сидят, да старший брат твой сидел, а второго брата убили, а этот тоже сидел. Ну, ты что, нормально вышел, все хорошо, грабят сейчас магазины или там что-то еще, и прекрасно живет. Значит, мы воспитываем то, что потом поколение битв нам придется выжигать, если мы выиграем эту битву. Я думаю, что мы ее выиграем, потому что, ну, как бы, так сказать, веря в то, что население Соединенных Штатов Америки все-таки не население России в 17-м году, и даже не население Германии в 35-м, хотя там было, конечно, очень культурное, интеллигентное, которое в один день превратилось в фашистствующие стада. В один день, да? Но все-таки вот из-за того, что у нас, я думаю, есть вот то, что презрительно называется «реднэк», из-за того, что у нас есть там 300 или больше миллионов стволов оружия, и в каких-то местах они так сконцентрированы, что можно легко давать отпор войсковым соединениям. Я, кстати, не думаю, что войска будут нападать на них, но, тем не менее, да? Я думаю, что все-таки не получится вот тот кошмар, который нам придумали марксистские последователи, Black Lives Matter, Антифы и их близкие друзья из демократической партии, которые как воды в рот набрали. И тем каждый день продают, что они есть те самые люди, которым это нравится. А значит, они либо принимали участие в этом, либо покрывают их, крышуют по-ново-русски. Вот я надеюсь, что это становится более и более и более видно во всех тех местах, в которых надо. Они, похоже, этого и не скрывают. Вот в Канаде давала интервью одна из лидеров отделения Black Lives Matter. Она так сказала, что мы тренированные марксисты. А потом есть некто Сьюзан Розенберг, которую, если не ошибаюсь, в 1984 году приговорили к 83-м годам тюремного заключения за террористический акт против военно-морского колледжа, взрыв военно-морского колледжа, который потом Вилли с Лизой Клинтон оправдал, помиловал. Так вот, она теперь работает на Black Lives Matter, то есть баба абсолютно пропитанная коммунистическими идеями и готова положить свою жизнь на, так сказать, для того, чтобы построить коммунизм в Америке или разрушить Америку. Так вот, теперь эта тетка занимается тем, что трясет с ее корпорацией с тем, чтобы они давали донейшн на Black Lives Matter. И корпорации, похоже, встали на карачки. Я не знаю подробно. Ну, корпорации встали на карачки, потому что на самом деле корпоративные умы думают, что, так сказать, эта волна пройдет, а сейчас, чтобы под нее не попасть, чтобы по ним, так сказать, там, лучше откупиться, с их точки зрения, небольшим количеством денег. Я не знаю, знают ли наши слушатели или нет, но был такой Джексон, который был, значит, у нас лидером демократического движения черных там и тому подобное. Так вот, он в основном был известен тем, что его люди приходили к руководству крупных компаний, заводов, да, и говорили, что хотите, значит, у вас начнутся беспорядки с вашими рабочими, потому что ваш профсоюз весь, значит, нам уже подчиняется. Мы там убили всех, кто не подчинялся, поэтому, значит, все остальные нам подчиняются. Так вот, значит, мы устроим вам беспорядка на вашем заводе, вы потеряете за месяц беспорядка столько-то, столько-то, столько-то денег. Значит, дайте 10% налички, и мы отстанем на два года. И огромное количество предприятий платило им эти 10% от того, чтобы они потеряли налички. Причем, ну, и налички там в чемоданах, да. Просто перечисляли там на благородные цели, там на лечение в Африке, в Гане, детей от Сифилиса, или там что-нибудь еще такое, да. Куда там деньги уходили уже, так сказать, попробуй там из Ганы найди. Они пошли в Ганну, потом вернулись обратно куда-то в другое место. Там Голландию, Швейцарию тоже не найти уже. Вот. Но он занимался этим десятками лет. Все это были прекрасно, знали. Его принимали, жали руки президенты и т.д. И, так сказать, что называется, все продолжало. То есть, ничего нового нету. То же самое делает сейчас вот эта баба. Их там три женщины, белых совершенно, по-моему, все три еврейские. Или две еврейские, одна нет. А такие суфражистки, типичные коммунистки 17-го года, оголтелые большевички, которые трясут корпорации. И они говорят им просто, хотите, чтобы устроили разгром и разбой, так сказать, чтобы к вам никто не пришел, и объявили бы вас расистами, и вас бы перестали покупать, и давайте нам денежку. И так много хотят. Они обычно просят 500 тысяч. Да. Ну, некоторые журналисты провели расследование, выяснили, что было собрано более полутора миллиардов долларов, и нашли веб-сайт, на который поступали эти деньги. То есть, если ты идешь на Black Lives Matter, там кнопку Donation, и попадаешь на сайт, который называется actblue.com, и это неправительственная организация, non-for-profit organization, которая занимается благотворительностью, там какие-то проекты, потом начинается выяснение, а куда же все-таки тратятся эти деньги. И, собственно, неудивительно, оказывается, что значительная часть этих денег оседает в карманах избирательной кампании демократов, и Байдена в том числе. Вот куда идут эти деньги. Ну, правильно, да. Они там до 70% тратят на, как они объясняют, консультантов. Ну, консультанты – это обычно способ прикрывания грязных дел. Так что, да, они переименовались, и, по-моему, сейчас они называются что-то такое, thousand, thousand moves, или thousand waves, или thousand, thousand, что-то такое. Да, они non-for-profit, у них право, это самое, и Black Lives Matter – это, естественно, не non-profit организация, у нее четкие политические цели. Партии они не называются, но они, потому что они не хотят конкурировать с демократической партией, потому что они часть демократической партии. Я думаю, что что произойдет, на самом деле, кто поднял ураган, обычно страдает от этого тоже, как минимум, да. Что произойдет, это, значит, когда Трампа переизберут, то демократическая партия вынуждена развалиться на две части, потому что достаточное количество нормальных людей из нормальных штатов, которые эргенционно, там, в этой партии, которые, там, за, там, за, там, больше давать, больше делиться, там, меньше религии, там, и тому подобное, то есть, такое нормальное, так сказать, лево-центро, центристы такие, да, что называется, лево-буржуазная партия, так бы и Ленин определил. Вот. Эти люди чувствуют себя очень неловко в одной, так сказать, тарелке вместе с теми, кто разбивает витрины, и сейчас они просто, так сказать, для того, чтобы вот негодяя, ненавистного Трампа выгнать, мы готовы на все, но так как у них это не получится, скорее всего, несмотря на то, что сейчас пишут во всех этих самых опросах населения, я подозреваю, что будет, будет серьезный, так сказать, серьезный выигрыш у Трампа с большим отрывом, чем был с Хиллари. Вот. Я не Оракул, я не это самое, я просто вот подозреваю. И тогда, тогда, незачем будет оставаться вместе, там начнется борьба, и, так сказать, останутся, вылетят, так сказать, на пенсию всякие там, Пелоси, Майдена и тому подобное, то, что сегодня среднее поколение, 45-50, которые должны взять власть, и у которой эту власть будут отнимать типа 25-30-летние, обелтелые и сумасшедшие, они просто расколются, уйдут на две партии, одна из них будет называться прогрессивной, читай, фашистская, а вторая будет называться либеральной, ну, они такие же либералы, как, что называется, Вася умеет летать на, так сказать, махая крыльями, но они будут называться как-нибудь так, так сказать, либерально, там, что-то такое, демократическая партия, какая-то такая, вот. Думаю, что все это произойдет уже где-то к концу, значит, к концу этого года, и тогда же, я думаю, развалятся CNN и MSNBC, потому что никто их больше смотреть, естественно, не будет. Ну, их и сейчас не особо смотрят, если честно. А потом, ваш прогноз, он бы как бы меня устраивает, я бы был рад, если бы так произошло, но боюсь, что ситуация будет, я боюсь, я выражаю опасения, что ситуация будет развиваться несколько иначе, и что не расколется демократическая партия на две части, на два крыла, или на две партии разных, а боюсь, что просто она еще дальше влево уползет, что, собственно, происходит на протяжении десятилетий с этой партией. Это уже не партия, там, я не знаю, Кеннеди, это уже даже не партия Билла Клинтона, это уже на сегодняшний день партия Акасии, Кортес, Лабстера, Ильхан Амар, Рашиды Тлои, потому что основные, то, что казалось и звучало... Ну, это троцкистская партия, это Беррид и Сандерс, троцкистская партия. Да, и я боюсь, что просто эта партия двинется влево, тем более, что подрастающее поколение, по-моему, заражено ливизной настолько, и, ну, не все, конечно, я не говорю, что все сто процентов выпускников университетов совершенно с промытыми мозгами, безмозглые, нет, но процентов сорок, хороших сорок процентов, это люди, которые иначе мыслить просто не в состоянии. Вот они... Сережа, давай я тебе расскажу следующий сценарий. У нас из-за коронавируса и из-за ситуации с коронавирусом у нас произошел такой сдвиг в... А давай мы поговорим после перерыва, потому что разговор непростой, а вот сдвиг из-за коронавируса. Давай с этого начнем после перерыва. Хорошо договорились. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла», и мы остановились на теме... Да. ...коронавируса. Дело в том, что каждое знаковое событие, там, война, серьезные изменения власти в реальность, в революцию, или там, вот, как у нас коронавирус, который привел к тому, что несколько месяцев люди не ходят на работу, ну, и тому подобное. Все знают, чему это привел, да? Приводит обычно к изменениям в последующей жизни людей. Что-то меняется. И вот уже совершенно понятно, что в нашей жизни поменялось общение. Общение, я имею в виду не только Васю с Петей, или, так сказать, подружки, а и общение, скажем, я пришел в школу, в университет, уселся и слушаю профессора. Выяснилось, что это, в общем, совершенно не нужно. Это трата времени, с одной стороны, ехать туда, ехать обратно. Это трата, затраты на помещение. Совершенно непонятно, зачем, так сказать, затраты на огромное количество профессуры, когда можно найти одного хорошего профессора, и там пять ассистентов. Этот хороший профессор начитывает лекции, блестящий момент, значительно лучше, чем большинство тех профессоров, которые делают это сейчас. На всю страну, может быть, полтора десятка хватит совершенно, чтобы был выбор какой-то и прочее. А потом, ты эти лекции прослушиваешь, у тебя есть интерактивность на интернете, ты делаешь интерактивные вещи с автоматом, а потом с тобой начинает работать, с тобой, с какой-то группой, там, с 10-30 или 10 тысяч человек, неважно, начинает работать, так сказать, живой ассистент этого профессора, который уже, так сказать, объясняет, какие-то подробности, отвечает на наиболее сложные вопросы, там и тому подобное. То есть, мы начинаем, стало, и давно это было понятно, но толчок к этому, он не был дан, и сейчас он дан. Смотрите, как взлетели невероятно акции всех тех компаний, которые предоставляют возможность вот такого вот, так сказать, общения, скажем, целого круга людей, семинаров, там, так сказать, вебинаров, семейных праздников, встречают теперь люди, да, со всех стран мира, собрались на одной страничке, и давайте, так сказать, поздравлять юбиляра или что-то еще. Это, с моей точки зрения, не заменяет общение, но просто это альтернатива к каким-то вещам, которые на самом деле, ну, зачем собираться вздал, в котором сидит 300 человек и записывать лекцию, которую читает профессор или там кто-то еще, доцент, не знаю, кто он такой, который еще неизвестно хороший, а не плохой. Он просто тот, кого этот колледж нанял. Вот. А может быть, он плохой, а может быть, он не такой хороший, как другие, а может быть, из-за того, что он плохо объясняет, мы не сможем в жизни чего-то добиться. Значит, вот подтолкнул коронавирус к огромным изменениям в нашей жизни. И школы тоже будут меняться. Сначала и серьезно будут меняться школы, скажем, с хай-скул, да. Ну, вот у меня, скажем, у меня четверо внуков и, скажем, внучка есть, которая вчера была у нас дома, которая сейчас лето, и она там в каком-то типа лагере, да. А им запретили, значит, собираться вместе, лагерь в полном восторге от этого, можно руководить, не нужно нанимать 20 человек, не нужно брать помещение, а можно просто связываться, и вот они занимаются тем, что они учат детей, как создавать видео для Ютьюба. Подписалось вот несколько сотен человек. Значит, все заплатили денежки, чем в нормальном лагере. Значит, кормят их бабушки, дедушки, или там папы, мамы, или они собираются в группе, и, значит, кто-то там, мама, кормит эту самую группу и следит за тем, что мы друг друга не убили и не подожгли дом. А заниматься они занимаются прекрасно, им нравится это очень. Они там что-то делают, они снимают, и тут же показывают, тут же ставят на Ютьюб, тут же идет критика и тому подобное. Класс! Я думаю, что это абсолютное будущее того, что будет происходить. Огромные школы исчезнут, останутся, скажем так, условно говоря, мамы, если они могут быть и не мамами, а просто такая точка, да, мамина точка, куда собираются там 5, 10, 15, 20 детей разного возраста в вашем микрорайоне. Вы, так сказать, платите немножко денег этим самым мамам за то, чтобы они следили и кормили и поили за вашими детьми. Они будут прекрасно заниматься один в девятом классе, а другой в третьем классе. Рядом сидят, прекрасно занимаются все великолепно с наушниками, никто никому ничего не мешает. Играют, бегают, а потом после этого начинаются всякие там стадионы, кружки, шахматы, общения, танцы, шманцы и тому подобное. Никаких домашних зананий. Зачем нужны домашние занания, когда все уже проделали здесь? То есть пойдет, но к чему я это говорю? К тому, что вот та оголтелая пропаганда, которая идет сейчас, она не то, что исчезнет, но у нас с вами будет возможность послушать этого учителя и сказать, что он пошел подальше и переписаться к другому. Тут же, в этот же момент, хорошие учителя, которым много будет, будет получать много денег. А плохие школы, я имею в виду, кто-то учитель сам, кто-то у меня есть знакомый, который по истории читает лекции, к нему подписываются люди, не знаю, платят по доллару за каждую лекцию, но у него там 500, 600, 800 человек каждый раз, он счастлив совершенно. А почему нет? Человек на пенсии зарабатывает раз в неделю какие-то деньги, мог бы два раза в неделю зарабатывать. А жизнь меняется, но поменяется также и идеологическая обработка студентов. Поэтому вот тот кошмар, который мы наблюдали последние два поколения, он медленно, но начнет исчезать. К сожалению, те, кто уже, так сказать, зомбирован, они будут продолжать пытаться зомбировать своих детей и отдадут их в школы, в которые и прочее. Но это уже их дело. А те, кто не хочет, чтобы детей зомбировали, внуков, я не знаю, те будут следить за тем, чтобы школы и преподаватели, с которыми мы работали, я хочу с этой школой, но я не хочу с этим преподавателем, потому что он моих детей зомбирует. И я уйду, еще 30 человек сейчас уйдет, опа, директор тут же пугается, потому что он денег за вас получать не будет. Так что я думаю, что очень много чего будет меняться, в том числе и в идеологической обработке. Леон, на самом деле эта проблема давно существует, ее пытаются решить. Оно звучит неплохо, в этом есть свои какие-то недостатки, очевидно, потому что без живого общения, без контактов детей, так сказать, ребенок, который сидит в подвале... Я не сказал, что не будет контактов, я сказал, что до 12 они будут заниматься в школе, а после 12 они будут ездить куда угодно, на кружки, на то, на все, на пятое, десятое, и будут там прекрасно общаться. Понятно. Беда лишь в том, что есть такие организации, как профсоюз учителей и так далее, которые ни за что, ни за что не согласятся. Вы посмотрите, сколько бьются республиканцы для того, чтобы реализовать программу ваучерных чартерных школ. Это обход. Вы имеете полное право на территории Соединенных Штатов Америки объявить себя школой, занимая полмесяца или два, подписать всякие бумаги и прочее, если не ошибаюсь, 100 долларов. И вы имеете право теперь воспитывать и обучать своего ребенка дома. Называется хоумскулинг. А дальше с чем, с кем вы подписываетесь и с кем вы работаете, это ваше личное дело. Если бы это было так просто, наверное... Ну, просто сегодня система не отработана. Вот моя дочка хотела бы так, но у нее проблемы там есть. Когда посмотрела три или четыре этих школы лоунг дистанции не понравилось. Хоумскулинг в полном смысле этого слова, чтобы она сама не устраивалась, она не может. И муж ее тоже не может, они работают. Сегодня нельзя, чтобы один человек в семье работал, а второй занимался новым и семьей. Два должны работать. А поэтому череподелы, но она готова запрасывать ребенка ко мне. к нам. У нас есть, так сказать, мы работаем из дома. Как минимум, один человек у нас сюда присутствует или моя жена, или я здесь. Место достаточно. Прекрасно бы занималась от нас. Ей не нравятся эти организации, она не может пока найти хорошую организацию, а сейчас начали появляться все больше и больше организаций, которые предлагают эти сервисы, потому что они поняли, что рынок огромен. я только за, но вот то, о чем мы говорим, и те, скажем, две с половиной тысячи, которые я плачу в налогах в прапорте текст только на один школьный дистрикт, а у нас он не один, а получается два. Я не думаю, что они откажутся от этого или каким-то образом есть силы. Мы про другое говорим. Мы говорим сейчас о благородстве учителей, которые, скажу, что мы не хотим получать зарплату, потому что нет больше учеников. Они этого не скажут. Вообще, профсоюз учителей это одна из самых больших бандитских организаций в территории Средневно-штата Валерии. Это те, которые на самом деле на сегодняшний день управляют нашим образованием. Самые большие враги наших детей, больше врагов, чем профсоюз учителей у детей, у наших нет. Окей. Вопрос из нашей аудитории про вот в YouTube просят прокомментировать твит Трампа, а речь там идет о том, что он в Твиттере Трамп написал, что мошенничество с голосованием по почте обнаруживается на многих выборах. Люди только сейчас это начинают видеть. Насколько это плохо, то, что они видят, нечестно и медленно. Результаты выборов могут быть отложены на месяцы. Это, так сказать, он предупреждает о том, что может произойти в результате принятия каких-то решений. Ну, если это в Лос-Анджелесе, скажем, в Калифорнии, в Нью-Йорке, это понятно, это не имеет никакого значения, но не дай бог, если это произойдет по всей стране, они пытаются, по-моему, на федеральном уровне добиться того, чтобы голосование на предстоящих выборах проходило по почте. И просят вас прокомментировать. Одна из причин, почему демократы будут продолжать в значительной степени мифическую легенду, я не знаю, коронавирус, я не говорю, что его нету, я не говорю, что им не болеют, я не говорю, что им не болеют, но то, что из него устраивается, это такая мифическая история. И вот они будут ее продолжать до 2 ноября этого года, потому что это один из тех способов, которым они могут как бы легитимизировать свою попытку сделать выбор удаленными. То есть, разрешить посредникам собирать бюллетени с голосующих и приносить их гуртам в больших количествах и без проверки, кто это, что это, просто поклявшись, что я действительно, вот я, да, брал этих 100 людей, ничего не смотрел, ничего не заглядывал, я просто принес, он действительно не заглядывал, он просто выкинул все эти 100, 300, 500 бюллетеней, которые он собрал, взял другие, которые ему подготовили и принес. И он может поклясться, что он ничего не открывал, не заглядывал, абсолютно то есть, что дали, то и принес. Поэтому они пытаются это сделать, потому что, так сказать, левая сторона, к огромному сожалению, когда мы играем в шахматы, она играет в хоккей, причем силовой. И там всегда цель оправдывает средства, там всегда лес рубит, чертки летят, там всегда, как у Орвела, когда они это говорят, это наглое вранье, когда мы говорим то же самое, это чистая правда. Поэтому, не то, что я там, так сказать, знаю, но я бы сказал так, ни в коем случае нельзя позволять ничего, что позволило бы какой-либо из сторон, журничать. Причем, интересно, Игорь, который задал этот вопрос, насколько я понимаю, живет в социалистической республике Орегон, он пишет, что в четырех из пяти округов давно уже голосуют по почте, и как результат, республиканцев нет. В штате Орегон, в результате выборов республиканцы никуда не проходят, а голосуют они по почте. Вот примерно на такой результат рассчитывают демократы, настаивая на том, чтобы выборы прошли. То есть, уже традиционные фальсификации, традиционных бандитских методов уже недостаточно. Они боятся, что это даже им не поможет на этих выборах. Им нужно нечто глобальное такое, чтобы уже безотказно... Вы знаете, как Кеннеди избрали в свое время против Никсона, потому что Никсон должен был победить 100%, никто не сомневался в этом. И вдруг два штата Нью-Йорк и Нью-Джерси дают фантастические результаты, 100 к 1 наоборот. И таким образом Кеннеди Уигдал стал президентом. Как впоследствии стало, и было известно и тогда, но как впоследствии стало известно, мафия практически выкидывала, жгла и прочее эти самые урны, в которые бросали, даже не разбираясь, сколько там чего было, а привозила в центр результаты якобы подсчета совершенно те, которые они хотели. То есть, не то, что там было, как предполагали, там 55 против 45 за Никсона, а было там 89 против 11 за Кеннеди. На таком приблизительно уровне. Вот Кеннеди и стал нашим президентом. Должен был быть стать Никсон тогда. Ну, вы обижаете сейчас чикадцев, потому что, насколько я знаю, мэр Чикаго Дели в разговоре с компанией Кеннеди спросил, а сколько голосов вам нужно? И результаты были потрясающие по результатам голосования в городе Чикаго. И это стало большой-большой такой традицией. Все покойники, все бывшие республиканцы после того, как они уходят в мир иной, с тех пор голосуют исключительно за демократов, не покидая своих могил. Да, это как только умер, сразу же демократом становится. Становится, да. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А вот может ли президент создать такой вот executive order, чтобы не было вот голосования по почте, а только нормальным образом, так сказать, на выборы шли через прессинкты? Или он не может? Спасибо. Дело в том, что наш президент это президент не единой страны, а президент федерации. Федерация 50 равноправных независимых государств, которые объединены определенным договором о том, что такие-то обязанности они остаются за государством, а такие-то обязанности переходят к федералу. В основном это внешняя политика, защита внешних границ, там, ну, еще какие-то вещи, да? Ничего в этом смысле не может поделать президент с каждым отдельным штатом. Он может просить, уговаривать, стучать по столу. Я думаю, что больше он ничего не может. Даже стучать по столу особо не может. Совершенно верно, потому что правила и законы каждого штата определяют порядок ростовый фильм. Здравствуйте, еще раз. Скажите, пожалуйста, прокомментируйте вот решение Верховного Суда, последних вот двух решений, не в пользу Америки Крампа и нашего греха, на котором мы надеялись и который, к сожалению, тоже ушел влево. Вот это решение. Спасибо. Озвучите, пожалуйста, это решение. Ну, Верховный Суд подтвердил, что прокуратура в рамках расследования уголовного дела может затребовать финансовые документы президента и что президент не имеет абсолютного иммунитета. это дело спустили теперь вновь. Вы знаете, там в Манхэттене есть такой прокурор, не помню фамилию, не буду врать, активист, на самом деле левый активист, кстати, он... Берр... Нет, нет, Есть там Дистриктаторни, который в мемах как стало достоянием гласности написал, вы там полегче с этими протестантами, а лучше вот обратите внимание на поведение полиции в Нью-Йорке. То есть, как бы, те, кто занимается мародерством, грабежами и разбоем, с ними полегче, а вот полицейских нужно расследовать на полной. Вот это было, это мема, которое он написал своим, так сказать, сотрудникам. Так вот, он затребовал документы финансовые Трампа, ну и там пошло по инстанциям, дошло до Верховного Суда, Верховный Суд принял решение, что президент не имеет абсолютного иммунитета и спустили это дело снова в нижнюю инстанцию. Теперь президент, его команду будет опять, так сказать, оспаривать вот это решение, вот это требование. Но при этом Верховный Суд, как бы, в его решении сказано, что Конгресс не может затребовать документы, поскольку это две ветви, равноправные ветви власти, конфликт, как бы, это нет. Но все понимают, что если к этому прокурору попадутся огромное количество документов, вы же понимаете, что отчет финансовый Трампа это не то, что наш с вами. И там наверняка найдутся какие-то вещи, где он минимизирует свои налоги. Причем, я уже сегодня говорил об этом, он во время избирательной кампании, когда дебаты с Клинтоншей были, он сказал, послушайте, да, конечно, я стараюсь не платить больше налогов, чем я могу. Но это же, вы, вы, ты, в частности, сидящая в Сенате, принимаете такие законы, которые дают мне возможность избегать, так сказать, налогообложения там, где это по закону. Поэтому я использую те законы, которые вы и ты в том числе принимаешь. Но это дает возможность средства массовой информации, даст возможность, наверняка будут утечки, наверняка это будет мусолиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что вот Трамп вот здесь не заплатил налогов, не будет говориться о том, что это по закону он действовал, но будет говориться о том, что вот он не заплатил, вот он минимизировал, вот он избежал и так далее. То есть вот такое решение суда было. Ну, я, так сказать, мой комментарий, если уже будет следующий. А я не судья, я считаю, что это инстинктивно неправильное решение, но очевидно, раз консервативные судьи пришли к такому выводу, значит, что-то есть такое в нашем своде законов, в нашей конституции и прочее, что привело их к такому выводу, я не знаю, я не оправдываю, что-то оправдывать, вообще, что-то принимаю в этом деле, да, но, так сказать, судьи, которые сидят в верховном суде, скажем так, которые не принадлежат к четверке, четыре с половиной либерально-прогрессивно настроенных, да, они достаточно серьезные, серьезно относятся к конституции, значит, это что-то в соответствии с конституцией сделано? Суд проголосовал 7-2, то есть два консервативных судьи, на мой взгляд, совершенные иконы, это Кларенс Томас, и судья Алита против, и Кларенс Томас по этому поводу написал совершенно потрясающее, так сказать, свое мнение по этому поводу, в то же время Марк Левин говорит, что они открыли ящик Пандоры, если вы имеете право затребовать документы налоговые у президента, то тогда вы все члены Конгресса лишаются иммунитета в этом смысле, и хотелось бы посмотреть, вообще, вот эта идея о том, чтобы проверить налоговые декларации миллиардера, который стал политиком, абсурдно, мне, как налогоплательщику, было бы интересно посмотреть на налоговые декларации политиков, которые, став политиками, стали миллиардерами, то есть человек, который занимался бизнесом, заработал миллиарды, он вызывает у них вопросы, а политик, который занимался, получал 170 тысяч в год зарплаты, и вдруг стал миллионером на государевой службе, ну, мы живем в перевернутом мире, скажите, что я не прав. Ну, я думаю, что это быстро уберут, как только Трампа не будет, уберут, это на самом деле сделано не только против Трампа, а и против в принципе богатых людей, чтобы они, дай бог, не совались в политику, потому что политики перепугались этого, мол, так сказать, если ты полезешь в политику, мы перевернем всю твою жизнь и найдем у каждого, если какие-то скелеты, вот у Трампа не могут найти до сих пор, но ужасно, так сказать, странно, когда у людей вообще скелетов никаких нет, значит, он либо гениальный, либо мертвый, уж такой бандит, Леон, ваше первое, ваша первая инстинктивная реакция вот на это сообщение, по-моему, Марк Левин по этому поводу тоже очень, ты сказал, что это решение абсолютно неправильное, это, так сказать, плевок в Конституцию, так что ваша первая реакция была абсолютно справедливой, я тут с вами разделяю. что еще по поводу COVID-19, мы понимаем, что у нас остается буквально три минутки времени, как вы считаете, вот та истерия, которая сейчас нагнетается, что количество зараженных, ну, говорят, что порядка 35% населения у нас заражено этим вирусом, есть некая статистика, которая говорит о том, что так называемый heart immunity, или там коллективный иммунитет, это когда 45% населения инфицированы вирусом, таким образом вырабатывается коллективный иммунитет, который, собственно, и убивает, не убивает, но во всяком случае не дает ему расти и жить в этом виде. Истерия, истерия, которая сейчас по поводу количества кейсов, хотя количество смертей ниже гораздо, чем обычная эпидемиологическая ситуация, связанная, скажем, с вульгарным гриппом, от гриппа умирает больше людей, чем сейчас умирает от ковид-19. Но при этом истерия раздувается, и как мои некоторые наивные или нечестные знакомые утверждают, что за этим нет никакой политики, это исключительно вот люди бьются, потому что переживают за безопасность населения, поэтому вот так не открывают школы, не открывают бизнес, и все это держат. Если бы переживали за безопасность населения, то надо было бы оградить людей, которые находятся в группе риска, их довольно много, это люди старше 70 лет, это люди с респираторными заболеваниями, с каким-то сердечным и прочее, то есть мы уже достаточно хорошо знаем, какие заболевания приводят к смерти или к тяжелым последствиям и прочее. Этих людей если не изолировать, то поставить их в ситуацию, при которой они менее всего могут заражаться, много есть способов, а всех остальных отпустить и дать возможность молодежи, которые не умирают, детям, которые не умирают, людям до 50, которые не умирают, если только у них нет этих заболеваний, они не умирают. Статистика показывает, что их меньше, чем которые умирают от того, что укололись иголкой и заразились кровь заражения. Просто пойти обратно в школы, пойти обратно в бизнесы, пойти обратно в спортивные вернуть обратно стадионы и тому подобное. Да пусть оно распространяется, кого это волнует, пусть распространяется сколько угодно, главное, чтобы люди не попадали в больницы с острыми проблемами, не умирали. А то, что физически ты болен чем-то, да у нас 80% или 90% даже не замечают о том, что он существует. Поэтому то, что происходит сейчас, это истерия, это желание ухудшить жизнь, это желание создать революционную обстановку. Вот в России и в Царске с 14 по 17 год шла война, создалась определенного типа революционная обстановка, то, что называется, Ленин так говорил, и дальше на нее бросили эти хотят нас убить, они там крестьянам, ремесленникам не дают, они узурпаторы, это 5-е, 10-е. А сейчас происходит то же самое, нам не дают работать, нам не дают зарабатывать деньги, посадили всю страну на дотацию, то есть посылают какие-то деньги по безработице нашим детям и внукам и нам самим придется за это платить, все меньше и меньше у нас возможности вылезти из этого состояния, и раздувают у нас национальную рознь. Значит, абсолютно ситуация для взрыва, о котором мы говорили, только я боюсь, что гражданская война, которая будет здесь, она будет кровавее значительно, чем та гражданская война, которая была здесь уже один раз, и может быть даже более кровавая, чем которая была в семнадцатом году в России. Очень хочется верить, что никакой гражданской войны не будет, и что все закончится вот после выборов, и, так сказать... Ну, лучше гражданская война, чем фашизм. Леван, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова